Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели! Эта программа «Встретились, поговорили» Сегодня проведу ее я, Олег Бека И поможет мне звукорежиссер Родион Золотарев Сегодня мы будем говорить, как ни странно, о кино и о Древнем Египте Такие две темы соединяются Почему? Вот я расскажу чуть-чуть, может быть, попозже Сегодня в нашей студии историк, теоретик, преподаватель Кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета Мария Назарова, здравствуйте, добрый день Здравствуйте И Елена Миронова, искусствовед Здравствуйте Мы, ну, может быть, сразу скажем, что сегодня в 18.30 На красоту ИОЛа-12 в Кока-Риге состоится лекция Как раз она так и называется Это первая лекция из цикла «Кино изобразительное искусство» И я так понимаю, что это будет цикл лекций И сегодня можно прямо вот прийти и приобрести билеты И попасть на 18.30 прямо перед началом И вот давайте, может быть, начнем с того Каким образом появилась вот эта мода на Египет Вот откуда Египет завладел умами, вот я не знаю, европейцев И когда это началось? Тут надо древнему Египту отдать должное Он был невероятно популярен и в античности Когда греки и римляне знакомятся поближе с Египтом Они начинают его цитировать Например, мы знаем в Помпеях на замечательной вилле Мистерии Есть изображение в таком египтизирующем стиле Но потом у нас гибнет античность, средние века Все древнее надолго забывается И вновь для себя Египет европейцы открывают благодаря наполеоновскому походу Политический результат его был довольно так себе для самого Наполеона А вот с наукой все сложилось Научный мир получил новую интересную тему Тем более, что археология наконец сформировалась Стала развиваться как наука, как направление Благодаря Винкельману в средине 18 века Но за несколько десятилетий В принципе, общество, наверное, где-то и преподустало От римских, греческих шедевров И тут совершенно неожиданный новый мир Тоже древний Возможно, и под древней Действительно оказалось, что и под древней греков и римлян И весь такой загадочный, как любой Восток Европа, начиная с нового времени Вела свою колониальную политику Покоряла восточные страны Захватывала их И тут тоже был в некотором смысле Восток Но совсем другой Не такой, как то, с чем в колониях Сталкивались европейские державы Я понимаю, что надо сказать спасибо Наполеону Который взял огромное количество ученых В военный поход И это ведь было Ну, все помнят эту знаменитую фразу О слов ученых на середину Когда, на самом деле, он, приравняв ученых к ослам Оказал высшую награду их ценностей Каким образом, вот, может быть, вы несколько слов расскажете О том, насколько состоялось открытие Увлечений египтологии Благодаря, может быть, Франсуа Шампальону Который, вот, расшифровав розетский камень Открыл просто вот шлюзы Потому что ведь это были совершенно молчащие Полные изображения иероглифов Стеллы, там, и письмена И никто, все считали даже, что это просто Может быть, даже орнамент, украшение Выдвигались ведь и такие версии Да, были версии, когда считали, что это просто Красивые картинки, птички, ножки Какие-то волны и так далее Была даже версия И время от времени Она, кстати, в популярной традиции встречается Что Шампальон это все выдумал, ничего он не переводил Просто так все ладненько сложилось Никто проверять не стал Но чтение текстов египтологами Знакомство с новыми памятниками Когда мы их, например, точно можем датировать Время, когда они были созданы Все это показывает, что Шампальон действительно Сделал потрясающе, очень важное для науки Для истории, искусства Открытие, которым все успешно пользуются И по сей день Хотя, конечно, путь его был тернист Он ведь занимался, по сути, египтологией Ни разу не выехав в Египет И только уже став взрослым человеком Состоявшимся, ученым Свершив свое открытие Он, наконец, посетил Египет Оставил воспоминания Ведь тоже, кстати, до знакомства Уже в эпоху нового времени с Египтом Знали античные тексты Того же Геродота Который оставил свои впечатления О Египте Но, надо сказать, они очень и очень Общие И порой не всегда соотносились с действительностью Геродот все мерил Таким, наверное, чтобы понятнее было Нашим слушателям Взглядом восторженного туриста Вот идет он по гору Такой Ух ты, смотрите, что это такое? Храм Солнца Так, как у нас Солнце по-египетски? Да никому не важно Назовем его Гелиосом Богом Солнца у греков был Гелиос И поэтому Геродот Вот меряет все такими понятными Простыми Что ли Узнаваемыми для грека явлениями Видит руины Храма времен Среднего Царства В Фаюмском Оазисе И говорит Точно, это лабиринт Похожий на запутанную постройку Из нашего греческого мифа Кто сидит внутри египетского лабиринта? Конечно, сфинкс Так, что делает сфинкс? Он отвечает на вопросы Но не просто так ответит сфинкс на вопросы Как всю эту историю интерпретирует Геродот А лишь тот, кто преодолеет лабиринт Дойдет по запутанному пути До заветной цели Тот и сможет задать древнему божеству Свой сакраментальный, мучающий его вопрос И получит ответ То есть Геродот такая популярная литература была Да В древности И вот мы дошли до того момента Может быть, когда Египет Становится центром археологических раскопок И это уже в начале 20 века Ведь это был, наверное, повторный такой всплеск К Египту интереса в Европе Я имею в виду Говарда Картера Раскопки границ от Анхамона И вот этот вот безумный поток литературы Агаты Кристи с проклятиями фараонов И с загадочными смертями Агата Кристи так получила, что скорее завершила Уже сложившуюся традицию Вся довольно-таки исчерпавшую К ее эпохе Но создала при этом такую яркую, красивую Финальную точку Еще со середины 19 века Мы как раз на лекциях Сегодня об этом будем говорить Я покажу там соответствующие Замечательные иллюстрации Сохранившиеся от эпохи Например, билет на распеленывание мумий Представьте себе, вы коллекционер Живете вы в 19 веке в туманном Лондоне И вам к своему салону как-то надо привлечь Почтеннейшую публику Знаменитых стихотворцев все уже видели С художниками все уже тоже пообщались Но вот вы по дешевке покупаете у путешественника Или какими-то правдами или неправдами Добываете себе в коллекцию мумию И приглашаете друзей, интересующихся, сочувствующих В общем, важных, возможно, где-то вам людей На замечательное действие На распеленывание мумии Ведь в древнем Египте Между бинтами усопшего складывали амулеты Они могли быть драгоценные Либо сделаны из фаянса Необычные, с божествами С человеческим телом, но с головой животного Или птицы Все это безумно интересно И вот на ваших глазах вы разматываете мумию Практически очищаете ее от всего лишнего Можно посмотреть, как там Наш древний египтянин сохранился Как он себя чувствует И заодно познакомится с тем погребальным контекстом Который был положен в могилу вместе с ним Хотя у Эдгар Апо есть замечательный сатирический рассказ Про диалог с мумией Мумию не только распеленную герой Но еще бьют током Оживляют для того, чтобы поговорить с ней Мумия, в общем, негодует Глядя на то, как с ней обращаются Да и не нравится ей все то, что она видит Критикует само время В наши дни, наверное, уже такие Ну, варварские методы Находятся под запретом К счастью, да Но в 19 веке они существовали довольно долго И тут вот европейская традиция Бережного отношения К усопшему, к покойнику Знакомиться с египетским культом мертвых Говорит о том, что все-таки Нехорошо расхищать гробницы Нехорошо распеленывать мумию И за это должна быть какая-то кара И вот во многом европейская Практика придумывания страшных историй Каких-то вот мистических рассказов Приключений Еще и подогретая интересом К вот этой мистике, к рациональности Началом 19 века Романтическим течением К середине за прошлого столетия Порождает множество бульварных рассказов Просто повести от даже именитых авторов На тему ужасного проклятия мумии Которая в гневе мстит своим обидчикам За то, что ее развернули Распотрошили ее саркофаг Разграбили ее гробницу Либо потом появляются И очень популярные у публики Истории про артефакты Проклятый перстень Заколдованный амулет Символ власти и так далее Даже Конан Доли в молодые годы Напишет рассказ Это было же крупное произведение Посвященное Тайнам древнего Египта Проклятиям, мумиям Амулетам и так далее Ну да, практически у каждого писателя И у Проспера Миримея Там можно найти отсылки То есть это очень модная тема И наши предки ведь наверняка Не имея возможности Там вместо телевизора У них была там, скажем Абонент в ложу оперы Там, как мы все помним Даже у того же самого Конан Дойля Когда зовет Шерлок Холмс Доктора Ватсона Говорит, а поедемте У нас мы еще успеваем поймать кэп И посмотреть оперу Для них вот это было Ну заменяло, например Поход на какой-нибудь ужасник современный То есть вот Такого рода развлечения В светском салоне Как распеленывание мумий Да, а для тех, кто, например Не был вхож в светские салоны Существовали газеты Газеты щедро кормили Своего читателя страшилками И часто тем самым Поднимали даже собственные продажи Так что общество Второй половины девятнадцатого века Уже было хорошо знакомо С такими литературными традициями Злых мумий Всевозможных В общем, оживших В древних мертвецах Артефактах Навлекающих проклятия На их владельца И так далее Вот как раз Всю вот эту литературную эпопею Завершил роман Агаты Кристи А мумии в это время Перешагивают вместе с археологами Которые их раскапывают А потом борются с ними На экраны И традиция продолжается И по сей день Что не десятилетие То порождает Очередного Недовольного Древнеегипетского Фараона Или жреца Которого По неосторожности По недосмотру Пускают в мир живых В В 1932 году Как раз Вышел фильм Мумия Это был Третий такой проект Студии Universal Вот этих ужасников До этого был Дракула Франкенштейн И вот я понимаю Что эта картина Как раз таки Стала Одной из таких Ну самых ярких Одним из самых ярких Примеров Использования Египетской Темы В киноискусстве Да То есть примерно За 10 лет До выхода фильма В 1922 году Картер и Кардарвон Находят гробницу Тутнухамону Уникальность Этой находки В том что Впервые Была открыта Целая Сохранившаяся С древнеегипетского Периода Неразграбленная Гробница И конечно Там было Множество артефактов Было чему Удивиться Чем вообще Блеснуть Среди коллег Среди специалистов Поразить Почтеннейшую публику Каирский музей И вот я не знаю Сейчас вот можно Я не помню После этих беспорядков В Египте Его же закрывали Там по-моему Даже Толпа Что-то там Унесла Из музея Потому что я был До тех событий Ну я вот видел Эту всю коллекцию Если верить новостям То Слава богу С Каирским музеем Все хорошо Правда была новость Не так давно Вот на грани Было бы очень смешно Если бы не было так грустно Специалисты Из Каирского музея Такие условные В данном случае Специалисты По результату их действий Увидели Что отваливается Борода У маски Тутанхамона И приклеили ее Эпоксидной Смолой И очень долго Потом международная Команда реставраторов Боролась с этими Последствиями Но как музей отчитался Все стало снова хорошо Кстати Вот в связи с этим Вопрос Между прочим Это в Мумии 32-го года Тоже прослеживается мысль Там один из героев Как раз Некий Английский лорд Говорит Мы же Все останется Все равно Музею Каира Мы же британцы Делаем Только доброе дело Мы работаем для науки Для искусства Чтобы спасти Эти сокровища Мировой цивилизации А не для того Чтобы разграбить Это говорится От лица Как бы Английского ученого Который В принципе Ну известно Что сейчас Британия Ведет Большие Споры с Грецией Которая хочет получить Там Сокровища Парфенона И Ну всю эту коллекцию Эту сейчас Британское музей Вот как ваше мнение Что было Важнее Спасти Вывести Или Ну это было Разграблением Как всегда Вот Ну как Представляется Продолжение Колониальной политики Когда Страна Одна страна Грабит Культурные богатства Другой На самом деле История показывает Что у нас Однозначного мнения Здесь нет И возможно Быть не может И как прежде Говорили одесситы Это таки палка О нескольких концах С одной стороны Мы знаем Печальный опыт Месопотамии И Сирии Когда все Что было открыто Уже в 20 веке Сдавалось В знаменитый Багдадский музей Он был такой Восточный Жемчужинный Мы могли там Увидеть памятники И древних шумеров Акацов Ассирийцев И так далее Что с этим сейчас Хорошо Если Часть коллекции Уцелела Потому что Кадры 2015 Года Они Говорили О том Что много Сейчас Увы Утраченное Осталось Только в виде Вот фотографий Сделанных Еще в прошлом веке До Начала Событий В Ираке До 2001 Года А то Что например Было вывезено Еще в 19 Столетии Те огромные Шеду Которые уехали В Пергамский Музей В Лувр В общем Разлетелись По всем Мировым музейным Собраниям Они в целости И сохранности Те же рельефы Из Ниневии В Британском Музее Пожалуйста Там сейчас Можно увидеть Рельефы Из Дуршрукина Вот если мы говорим Басирийских памятниках В общем То что Вывезли То сейчас И уцелело Для целостности Памятника Для его восприятия Это конечно плохо Все таки В конце 19 века Приходят К мнению Где покопал Там и оставил Чтобы памятник Находился Инситу В своей родной среде Но не всегда Родная среда Способствует Сохранению Это может быть Агрессивный климат Погодные условия Это может быть И Неспокойная ситуация В самом регионе Мы же помним Уничтожение Статуи Будды Исландскими Боевиками Которые просто Расстреливали Уничтожали Как Ну Противные Исламу Там Изображения Могов То есть Это Практически Никто Ничего не мог Сделать Известна Тоже История Правда Тут Конец Был Практически Счастливый Когда Муссолини Буквально Перед самым Началом Второй Мировой Войны Распорядился Из-за Помпеи Забрать И перевести В археологический Музей В Неаполе Часть Ключевых Памятников Так Например Знаменитая Мозаика Битва Александра С Дарием Уезжает В Неаполь И Это Большой Удача Потому что В дом Фавна Где она Находилась Попал Снаряд Во время Налета Союзников На эти Территории Не вывези Ее Муссолини Перед войной Мы бы сейчас Этого шедевра Просто бы Не знали Горько Облакивали Его Перемещение Этих Древностей Получается До сих пор Регулируется Или не регулируется Какими-то Правовыми актами То есть Возвращение На родину Этих Памятников В мировом Сообществе Как обсуждается Это тоже Довольно Сложный вопрос Уже упомянутый Вами Мрамор Элгена Которые Находятся В Великобритании Ситуация Продолжает Развиваться Уже не одно Десятилетие То есть Столетие Когда Греция Просит памятники Обратно Британия Их Не отдает Сложилась С одной стороны У нас коллекция Британского музея Она цельная И Все знают Что тут Британский музей Славен И неневийскими Рельефами И замечательными Скульптурами Фидия Вот вывезенными Еще в 19 веке Из Афин С другой стороны Да Конечно Приезжая в Афин Ты бы хотел Видеть эти памятники Здесь Подлинного Фидия Но все-таки Опять-таки История Она Уже сложилась И расставила Свои акценты У меня Например Очень большой вопрос Смотрите Как бы Греция Греция Это же наше наследие Но простите Имеют ли Нынешнее население Греции Ну то есть Вот эти Болгарские племена Которые заселили Эту территорию Отношение к грекам Точно так же Как вот Когда мы приезжали В Египет И там Городые ходят Значит местные жители Вот Рассказывают Показывают Друзья Ну вы же Потомки арабских Завоевателей Которые в пятом веке Здесь просто приехали Ну как сказать Понаехавшие То есть Ну вот Где Кто имеет Вот право Предъявлять Вот по прошествии Стольких лет Вот именно Право На вот эти Культурные сокровища Если Все уже давным-давно Перемешалось Все народы Перемешались И это может быть Ну действительно Общее Мировое достояние Все-таки В принципе Наверное Мечтаю любого Ученого И любителя искусства Чтобы там Не было границ Национальных конфликтов Ну и как говорил Кот Леопольд Ребята Давайте жить дружно Все бы жили дружно И Интересующиеся Сочувствующие Не говоря уже Там о профильных Специалистах Они могли в любой момент Приехать к памятнику Там Измерить его Обсмотреть Обнять Обцеловать В общем Проявить полную Свою Там солидарность И единение с ним Но увы Тоже Не всегда Современные реалии Это позволяют Ну и мы Сделаем небольшую паузу После чего вернемся В студию Я напомню Что мы сегодня Разговорим На тему Древности Киноизобразительного Искусства Это будет как раз Лекция Которую Мария Назарова Наш сегодняшний гость Сегодня проведет 16 апреля Кока Рига Продолжается программа Встретились Поговорили В студии Олег Пек Мне помогает Родион Золотарев И вот В нашей студии Мы сегодня Говорим про Искусство древности И его связь Со современностью И нашего сегодняшнего гостя К нам Привела искусство Елена Миронова И когда она говорила Что сегодня придет Теоретик искусств Преподаватель кафедры Истории искусств Я честно говоря Ожидал Честно скажу Подобие мумии Что сейчас придет Очень пожилая женщина Увешенная Какими-нибудь Артефаками Регалиями И был настолько потрясен Конечно Увидев такую Просто Очаровательную Молодую И вот Когда в то же время Мне Елена говорит о том Что Вас за плечами 13-летний опыт Археологической работы Господи Вы в 5-летнем возрасте Отправились? Нет Нет Мария у нас Все-таки Как настоящий Искусствовед Который изучает Древности А нас В свое время В Академии художеств Обучали Что Те которые Действительно Будут заниматься И фокусируются На древнем мире На искусстве Древнего мира Обязательно Должны копать И вот Мария Человек ответственный Сознательный Она решила Принимать участие В археологических Раскопках И Часто Я так понимаю Что эти раскопки Были С каким-то таким Действительно Научным результатом С описанием Тех Может быть Небольших Но очень важных Для науки Находок И Я думаю Что Тот человек Который Сегодня Будет читать Лекцию Про древний Египет Про искусство Нуар В кино И Арт-деко Она еще Должна быть Представлена Все-таки Как и куратор Выставок Потому что Не только искусствовед Не только преподаватель Который сейчас Студентом В Петербурге Читает историю Искусства Но и Как Человек Который Организовывал Наверное Тот материал Который Дает Уже Искусствовед Их поколение Понятно Ясно И это Действительно Я думаю Что тут Не будет Каким-то Хвостовством Задать 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 Марию Вопрос Немножечко О будущей Книге Потом Мы перейдем К лекции В Кокарига Сегодня 18.30 И Мария Назарова Специально Прилетела Для этой лекции На полтора дня В Ригу Потому что Она очень востребованный И занятой Специалист В Петербурге И мы планируем Что цикл лекций Будет состоять Из шести Это первая лекция Пока Может быть Не знают Нашу гостю В Риге Но я уверена Ее узнают И полюбят Потому что Она действительно Человек Болеющий Этим делом Увлеченная Она Человек Который Знает То о чем Она говорит Владает На мой взгляд Энцикловедическими Знаниями И Такого Русского Таким хорошим Русским языком Знающего Преподавателя Университета Участника Археологических Экспедиций Куратора Выставок И автора Будущей книги Я думаю Будет приятно Публике Послушать Книга Тогда может быть Несколько слов Действительно О книге Чем она посвящена И Это будет Пособие Или это все-таки Книга для Студентов Или для Широкой аудитории Началось Все с того Что стала Острая необходимость Написать По курсу Который я читаю Это история Искусства Востока Учебное пособие Оно должно было Вместить в себя Многое Очень-очень Многое То есть Это от Северной Африки От западных Арабских Южных стран И до Японии Там Несколько крупных Разделов И смотрим Мы на то Как развивалось Восточное искусство От Самой Седой Древности И вот До начала Колониальной эпохи Пока Европейские Державы Не вторглись Вот в этот Восточный мир И не стали Оказывать там Какое-то Своё влияние Делиться опытом Это же Наверное Огромный Это просто Это нереально Огромный Материал Да Материал Огромный То есть Нужно было Выбрать Какие-то Ключевые Моменты Основные Памятники На которые Интересно Будет Обратить Внимание И Просто Интересующиеся Широкой Публике Что Старались Мы с автором С Галиной Дамаха С которой Мы вместе Учились На кафедре Западноевропейского Искусства В академии Чуть-чуть В разные Годы Галина Замечательный Специалист По Юго-Восточной Азии По Камбоджи По камбоджийскому Искусству Она мне очень помогла Конечно С главами Касающимися Такого региона Как Индокитай В общем Писали мы Нашу книгу Долго Это год С небольшим Как раз Систематизировали Все Что интересно Публике Что важно Для студента И пытались Это показать Основные этапы Развития Изобразительного Искусства Архитектуры Во всех сферах Во всех областях Это конечно Религиозные памятники По возможности Там где сохранились Где известны Светские постройки В общем Скульптура Живопись Можно ли Использовать Эту книгу Например Людям Которые Собираются Совершить путешествия В эти регионы Ну как Какой-то такой Не то чтобы Путеводитель Но как Какие-то Самые интересные Памятники Которые сейчас доступны Я думаю Вполне возможно Потому что Как раз Мы обращали внимание Идя по хронологии На то Как развивалось Искусство В данном регионе Что появлялось Увы что порой Исчезало Разрушалось Как оно сохранилось Как оно себя чувствует Выглядит сегодня То есть Принцип Какого-то регионального Построения Который характерен Для путеводителей Мы старались Не придерживаться Нас Скорее Интересовала Лента Времени И как Что одно За другим Возникало Сменялось Вот вы сказали Что уже исчезло Вот если взять Соотношение Того Что мы Сейчас Можем Ну что Сохранилось В музеях И то Что было Создано Сколько Потеряно За историю Тут я могу Ответить По-спартански Лаконично Коротко Много То есть В масштабах Но Как-то Пока такая мысль Не посещала Это довольно интересно В связи тоже С вчерашними Печальными событиями С пожаром В Нотр-Даме То есть Это вот Тот случай Когда Мы видим Насколько мир хрупкий В частности Памятники Сегодня они есть А завтра Их уже может По тем или иным Причинам Обстоятельствам Не быть Ну вот Кстати Говоря про Нотр-Дам Скажите Насколько Есть Ну вот На ваш взгляд Возможность Восстановления Ну я понимаю Что это будет Реконструкция То есть Насколько Это здание Повлежденное Там я понимаю Что витражи Орган Там Очень много Пострадало Будет Аутентично Ну то есть Насколько Велика эта потеря То есть Учитывая Что есть сейчас В технологии Возможности Восстановить Вот В первозданном виде Какая разница Мы видим Произведение Оригинальное Или мы видим Его копию Просто у нас Дом Черноголовых Который был тоже В центре Риги Полностью разрушен Сейчас полностью Восстановлен В первозданном В первозданном виде Может быть Многие туристы Даже не подозревают О том Что это реконструкция Они ходят Мимо него Как историческое здание Тоже момент Крайне спорный И неоднозначный Для кого-то Важна Сама возможность Прикоснуться К подлиннику Пусть подлинник Будет Сильно поврежден Просто там Скажем Сохранен Законсервирован Но он подлинник А кому-то хочется Если мы говорим О почтеннейшей публике То есть О большинстве людей В мире А может быть Кому-то хочется Наоборот Увидеть Как же это было В пору своего Великолепия Лучшего состояния Как это было Задумано автором Например же Многие готические соборы Остались недостроены Их строили Не одно столетие Потом сменялась Эпоха Идеи Религиозное направление Деньги в конце концов Могли у города Кончиться Архитектурный стиль Приходил новый На смену Существовавшему И памятники Состояли Недостроены И только Эпоха романтизма Идея Возрождения Какого-то национального Духа Она способствует тому Что достаются Старые чертежи И ведется строительство Кельнский собор Строят например И по сей день Очень этим гордятся То есть тоже Вот насколько он Средневековый Да его таким Придумали В средние века Дальше то мы его Додостраиваем Все последующие Эпохи Ну то есть вот Нотр-Дам Скорее всего Будет Восстановлен И Насколько Вот этот ущерб Сейчас Который будет нанесен Он Невосстановимый Ну то есть Безвозвратный Потерянный Я думаю Я думаю Что мы должны Дождаться Официальных Отчетов Профильных Специалистов Медиевистов Специалистов По средним Векам Непосредственно Тех Кто занимается Французской Готикой И строительством И интерьерами И декоративно-прикладным Искусством И ждать уже Того вердикта Который Они вынесут И мнение Которое Они озвучат Ну вот Возвращаясь К теме Вашей лекции Там Будет Использованы Я понимаю Кадры Из фильма Мумия Тридцать второго Года То есть Насколько Вот Тема Египта Она оказала Влияние На На кинематограф На Такое Ну уже Относительно Современное искусство Мумию снимают В 1932 году За 10 лет До этого Как мы уже Сегодня упоминали Картер Карнарвон Находят гробницу Тутунхамона Фотографии Гробницы Разлетаются По всему Свету Археологи Позируют На фоне Замечательных Открытых Имя сокровищ Музейные Выставки И Предметы Из гробницы Тутунхамона Египет Вот В Представлении Проиллюстрированный Памятниками Именно Из этого Комплекса Из этой гробницы Он становится Хорошо знаком Обывателю В мире Наступает Относительная Тишина Ни громких Политических Событий Ни каких-то Ярких Культурных Новостей Пресса Скучает Но тут На счастье Мастеров Пера Начинают Один за другим Это покидать Бренный земной мир Участники экспедиции Просто они уже были В довольно почтенном возрасте Или весьма Объективные обстоятельства Уносят их жизни Обстоятельства Как бы Логичные Но пресса Желая привлечь читателя Наделяет их Мистицизмом Иррациональностью И еще долгое время Тоже Публика Будет Следить В газетах В прессе Затем Как же Египетское проклятие Древнее Выкашивает Участников Этого дерзновенного Предприятия Те кто посмел Вскрыть Древнюю Гробницу И фильм Мумия Как раз нам рассказывает Про то Как археолог Может нарушить Вот эти сакральные Правила техники безопасности Вслух почитает Свиток Лишний раз Например там Схватится за Артефакт Который лучше не трогать И впоследствии После Мумии Кстати мы увидим Очень много Сюжетов В кинематографе В тех же Голливудских фильмах Ужасов Когда как раз Персонаж нарушает Правила техники безопасности То облокачивается На рычаг Который лучше не трогать То вслух читает Древний свиток И начинает Твориться Какое-то Ужасное Неупорядоченное Безобразие Мы кстати Вот постоянно Наблюдаем В фильмах ужасов Когда там Человек идет Куда-нибудь Начинает Спускаться В подвал Ну то есть Уже все Кричат ему В зале Куда ты Дурак Там же Сейчас С тобой Что-то Случится А вот Насчет Этого Проклятия Действительно Фараонов Я сразу Вспомнил Знаменитого У Марка Твена В Геккельберифинне Что Не прошло Там и 20 лет Как посмотрел На луну Молодую луну Через Левое плечо Как свалился С крыши И сломал ногу Ну то есть Вот понятно Что племета действует В чем проявлялось Вот насколько Он был Этот фильм Воссоздавая Там же Целые сцены Воссоздаются Древнего Египта Вот он был Точен Ну вот Авторы Создатели Этой картины В изображении Быта И каких-то Реалий Древности Они скорее Берут Узнаваемые Клише Вот часть из них Тоже как мы уже Упомянули Они приходят Благодаря фотографиям Благодаря прессе Которая публикует Какие-то громкие Археологические Открытия Что-то узнается Тоже не без помощи Выставок И просветительских Проектов А на многое Повлиял Театр Еще театр Рубежа 19-20 века Где египетская тема Тоже была популярна Востребована Это и балеты И оперы И придя И придя Например В кино Зритель Он уже Что-то Узнает Вот колонны Из пучков Папируса Вот надписи В виде там Скоробейчиков Птичек И так далее Несмотря на то Что например В мумии Нам показывают Археологов Они ведут Очень серьезные Речи И убеленный Сединами Мудрый Профессор Говорит Юнному Копателю Что Не стоит Стремиться Открыть Древний Артефакт На котором Тем более Начертана Проклятие Вообще Вот эти Вот черепки Которые Тебе Мил человек Не интересны Они на самом деле Значит гораздо Больше И позволят нам Сделать Гораздо Более Что ли Ценные Глубокие Открытия Но душа Молодого Археолога Рвется к свитку Он его вскрывает И собственно Это приводит его К безумию А мумия Оживает Хватает свиток И Исчезает В общем Несмотря на Казалось бы Вот такие вот Серьезности В фильме Есть И довольно Грубые С точки зрения Скажем Древнеегипетского Искусства Истории Ошибки Когда герои Вскрывают Саркофаг Где спит Своим вечным сном Герой Бориса Карлофа Они читают Надписи Узнают Что это Жрец Мхотеп Имя Традиционно У нас в Египте Обводится В рамку В карту Что мы видим Просто ленту Из корабельчиков Птичек Крокодильчиков И прочих Диковинных Знаков И никакого Картуша Никакой Соответствующей Рамки Там нет Но зрителю Это не важно Зрителю Озвучили Что это Жрец Мхотеп Его Прикормили Загадкой Чудесного Ларца И свитка И никто На это Внимание Обращать Не будет То есть Если фильм Сделан Хорошо Если он Интересен По сюжету Очень качественный С визуальной Точки зрения Декорации Костюмы Даже профильному Специалисту Не будет Хотеться Цепляться И бог С ними Со стременами Которые Появляются Не в свою Эпоху С коронами Египта Верхнего и Нижнего Собраны Наоборот Или задом Наперед Неважно Это же как Театральное действие Мы же Сидя В опере Не ругаемся На Джузеппе Верди На его Аиду Там сюжет Который придумал Один из Величайших Египтологов Агюст Мрет Собственно Основатель Каирского музея Один из Идеологов Сохранения Древнеегипетского Наследия Не хочется Критиковать Ни имена героев Ни их поступки Что они такие Не совсем Древнеегипетские Ни тем более Костюмы Нам создают Сказку Вот кино Оно тоже рисует Свою сказку И погружает Зрителя В свой мир Отчасти От ответственности Режиссера И художников И актеров То есть целого Большого коллектива Как нам это Представят Интересно нам будет Или нет Или мы будем Хотеть Цепляться К каждой мелочи Вот если фильм Неудачный И скучный То это конечно Повод Для умственных Упражнений Для Там энциклопедических Каких-то отсылок А я вот знаю Что это не так Или Ну что это такое Как они себя все Ведут в Египте Бы там за это Скормили крокодилом Там разметали Дикими конями И так далее Ну или серия Когда мы смотрим Военное кино И там начинаем Ругаться Какие там Погоны В сорок втором году Тогда же там Не было Советских войск Ну а скажите Вот вы упомянули Вот молодого Восторженного Археолога А ведь Ваш 13-летний опыт Вот копания Было ли В вашем опыте Вот Ну во-первых В каких вот местах Происходили Вот раскопки И вот было ли В вашем Опыте Такой момент Что вот Что-нибудь Раскапывали И понимали Нет Это лучше не открывать Это лучше ставить Значит там Как бы Нетронутым Потому что Мало ли что Какие силы Там Какие проклятия Дремлют В этой земле Вот Моей первой экспедиции Стала Эрмитажная экспедиция В Восточном Крыму На Эльтигене Под Керчью Это городище Немфей Где долгое время Место вообще считалось Легендарным И даже есть пьеса У Жана Рассина Метридат Которая начинается С сюжета о том Что Метридат Потерял Прииграл Все Все битвы уже В прошлом Удача не на его Стороне И он Бежит В Немфей Такое вот Место Овеяное Древние истории Легендами Сказаниями Оказалось Что все это Существовало В действительности И вот уже Больше Семидесяти лет Эрмитажная экспедиция Она раскапывает Это городище Этот замечательный Памятник Копаем И городскую часть И Немфейский Некрополь То есть Кладбище Были интересные Находки На Некрополе Но все-таки Как-то обычно Те, кто участвуют В археологических Экспедициях Они Не то, чтобы сказать Не очень суеверно Это будет Может быть Где-то По отношению К кому-то Неправды Но все Стараются Скажем так Включать Здравую логику И очень бережно Относиться К тем К тому Что находят Вот, например Многие археологи Даже Откапывая Какого-нибудь Древнего грека Ласково называют И даже Не только грека Может быть Кого бы то ни было Вообще То есть Часть археологического Сообщества Она знает Что лучше Назвать Того Кого Откопали Ласково Их зовут Жмуриками И жмурицами В зависимости От пола Персонажа Это такой Внутренний Уже Сленг Очень Специфический Но вот В этом Есть Проявление Некого Уважения Нам неизвестно Имя Порой Откопанного Героя Скажите Чаще всего Все-таки Связано Это с Раскопками Могил То есть Где Сохраняются Большинство Артефактов В каких-то Могильных Захоронениях Или Это Например Какие-то Разрушенные Брошенные Города Или Захваченные Где были Жители Перебиты Иной раз Очень интересно И для археолога И например Для участвующих В экспедиции Историков Искусства Найти Свалку Чего-то на ней Только не бывает Не только Поврежденные Предметы Но и целые Самые разнообразные В случае С греческими Обще с античными Городами Очень-очень Много Находят Керамики И Высокохудожественные И Такой Которая Использовалась Просто в быту Каждый день На кухне И для прочих Греческих Нужд То есть Получается Что Вот Наши Свалки Современные Это тоже Может быть Какой-то Для будущих Поколений Будет Показатель У Довлатова По-моему Была прекрасная Мысль Где дворник Говорил о том Что Он мог Вычислить По мусору Жильца Квартиры То есть Талант Можно проявить Во всем То есть В принципе Что мы Оставим В наших Свалках Тоже Такой философский вопрос Которому Можно задуматься На самом деле У нас К сожалению Вот время Завершилось Но к счастью Есть еще Возможность Продолжить Беседу С Марией Назаровой Мы можем Еще раз Наверное Напомнить Нашим слушателям Куда приходить Да Мы приглашаем Сегодня Всех слушателей Любителей Искусства И интересующихся 18.30 На Красотай 12 Это Кокорига Замечательное место Прекрасный зал Где Мария Будет читать Лекцию Или может быть Скорее даже Правильнее назвать Это творческой встречей Об истории Древнего Египта Нуаре И Арт-деко И конечно Мы потом Приглашаем вас На кофейную паузу На чашечку Чая Кофе Обсудить Услышанную лекцию Задать вопросы Нашему лектору Будет использованы И фрагменты Фильма Обязательно Это будет Не просто лекция Но и какие-то Визуальные Презентация И много фотографий Мария подготовила Поэтому я думаю Что будет интересно Даже тем людям Для которых Наверное Древний Египет Закончился В школьные годы После изучения Истории древнего мира В пятом классе Да Так что Как раз мы посмотрим И на билеты На распеленывание мумий И на то Как видели художники В Европе В России Например Древний Египет Который поет И пляж То есть оперы Балет И конечно Все это сравним С кадрами Из фильма Мумия 1932 года Который оказал Невероятно сильное влияние На египетскую тему Да и даже шире На жанр фильма ужасов Причем такого исторического В некотором смысле Ужастика 20-го и даже 21-го века Мария Назарова Сегодня была у нас в гостях Спасибо вам большое Ну и надеемся Что следующие встречи наши Будут проходить по графику Ваших лекций Спасибо Спасибо